Дополнительно, естественно, стоит также указать и напомнить, что есть еще география, потому что многие люди ровно так же, кстати, и фильтр также надо накидывать обязательно, ну, мне города только нужны, поэтому, с вашего позволения, я только города ставлю. Дополнительно, бывает так, что вы отрезаете какую-то аудиторию, ну, например, Самара, видите, 159 посетителей было, о, надо что-то с этим делать, ну, уже сделано, на самом деле, как и Нижний Новгород, я уже показывал, вам его отрезали. И время на сайте, как вы видите, вот, например, Уфа, видите, ребята сидят 2.26, Ижевск 2.24, хотя далеко, с этим тоже надо бы посмотреть, надо поковырять. И ровно так же здесь есть у нас конверсии, можно посмотреть, тоже надо их добавлять, потому что, если у вас конверсии приходят, например, с Нижнего Новгорода или еще откуда-то, значит, у вас что-то не так с данными. Ну, вот, как, например, у меня, видите, Самара, есть конверсии, вот, например, набережные Челны, это, ну, не так далеко, это, ребят, можете поправить, 200 километров, 250, по-моему, километров от Казани. Вот, строятся ли дома в набережных Челнах? Да. Является ли это республикой Татарстан, как у меня и есть в настройках? Кстати, давайте сразу гео-таргет просто посмотрим, чтобы было понятно, почему я сейчас вам хочу это показать, отчет. Потому что у нас стоит, собственно, Казань, и расширенный географический таргетинг выключен. Только Казань, и только расширенный географический таргетинг, и он выключен. Давайте просто срежем, попробуем не месяц поставить, а неделю, ну, что, в принципе, нам даст, возможно, другие данные. Но, видите, опять же, остаются те же самые Самары, Нижний Новгород, Киров и так далее, Ижевск. Теперь вопрос для зрителей, почему здесь есть другие города, и что я не настроил? Здесь есть несколько моментов. Ну, во-первых, то, что у нас не стоит, опять же, последний источник. Ну, то есть, неизвестно, откуда человек, какой раз переходил, вообще переходил ли и откуда. То есть, соответственно, какие компании мы смотрим. Ну, или просто поисковая система, конкретно, что это, блин, поисковая, извините, рекламная система, Яндекс.Директ. Тогда по-другому сделаем, мы сейчас это срежем. Не волнуйтесь, опять же, если вы умеете, ребят, вы всегда на коне. Если даже последний источник, давайте тоже, опять же, так же, источник детально просто. Посмотрим, откуда что переходило. Если данные не отдаются, это не значит, что их нет. Бывает, надо в другом месте поискать. Ну, например, как здесь. Казань, Яндекс.Директ. Два косаря, 13.8. Самара, Яндекс.Директ. Видите, две штуки. И смотрите, опять же, вот, стройка АЭС, соответственно, это просто переходы по сайту. Есть, видите, фейсбушные дублинские переходы. Они нам не интересны, как вы понимаете, никак. Есть Яндекс.Неопределено. Ну, тут спорно. Опять же, с этим можно как-то еще побороться. Вот вам Яндекс.Директ. Набережные челны не конвертили. То есть, есть у нас, вот еще, Яндекс.Неопределено. Это может быть либо поиск Яндекс, либо это может быть Директ, либо что-то еще. Ну, скорее из этих двух. Просто есть еще Яндекс.Услуги и всякие разные другие варианты сервисов. Но в нашем случае это либо поиск, либо поиск Директ. Полагалось, видите, может вариантов быть много. Вон, Вашингтон, Бинг.Ком. Сочи. Ну, это переход с самого сайта. Прямая ссылка, считайте. Инстаграм, пожалуйста. 8.0. То есть, Самара, при этом, она, видите, делится довольно серьезно. Я не знаю, почему она сейчас здесь не сработала, ребят, фильтр. Не принципиально. Как видите, опять же, при условиях того, что вы умеете, вы можете просто в группировках посмотреть. Соответственно, просто сюда добавить источник трафика. Я добавил абсолютно то же самое, если что. И все норм. Короче, смысл какой в том, что вам надо будет определять по источнику трафика обязательно все-таки такие вещи, как географию. Нельзя смотреть просто географию и, о, что-то плохо у нас. Обязательно. Потому что, например, бывают программисты. Вот у меня есть программист из Самары. Правда, он к этому сайту не имеет отношения. Но у вас может там 148 визитов и 2-3 посетителя быть, например, просто потому, что у вас там программисты сидят. Конверсии, естественно, они что-то дают. То есть, надо посмотреть, почему. Ну, Самара, видите, она заминусована. Надо... Давайте за неделю посмотрим. За неделю были конверсии оттуда. Да, видите, Самару... Ну, то есть, она больше недели заминусована. Вопрос. Нижний Новгород тоже, вот, ну, как видите, отказы есть. Его надо просто отминусовать и все. Здесь вот как раз города очень легко минусуются, если у вас, например, нет набора, единого набора минус фраз, которые вы используете, например, в... Ну, условно говоря, в минус городах. Пожалуйста. Да, естественно, здесь настроить все можно. Да, естественно, мы можем настроить только по Волжье, только Татарстан и, в принципе, собрать себе список и выкинуть все, что нужно. Пожалуйста, без проблем. Ну, ровно так же, если вы их не используете. Ну, бывает такое, что люди не используют эти списки по каким-то причинам. Причины разные бывают, даже сейчас не буду объяснять. Пожалуйста. Таким образом, но только при источнике и трафике. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok